На первом заседании о сцене и сессии депутаты утвердили кандидатуру калужанина Романа Кузьмичева на должность руководителя контрольно-счетной палаты региона. Ее внес губернатор. Полномочия действующего главы ведомства Валерия Ионова истекают в конце октября. И по закону представить новую кандидатуру необходимо не менее чем за два месяца. Обещаю заниматься этой профессией честно на благо жителей города Рязани и Рязанской области. Центральной темой заседания стало утверждение изменений в бюджет текущего года. Доходная и расходная часть областной казны увеличена более чем на 115 миллионов рублей. Значительные средства направят на культуру. 10,8 миллиона это субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности, техническое оснащение детских и кукольных театров. Предлагается увеличить расходы на реализацию программы развития культуры и туризма на 1 миллион 428 тысяч рублей для проведения в текущем году ремонта муниципальных учреждений культуры. Кроме того, увеличат поддержку сельхозтоваропроизводителей. Из резервного фонда правительства России поступит более 70 миллионов рублей. Это так называемая несвязная поддержка, когда деньги выделяются на гектар обрабатываемой пашни. Еще 50 миллионов рублей уже из областного бюджета выделят на возмещение затрат аграриев на закупку дистоплива и племенного скота. Перераспределение средств региональной казны позволило выделить деньги на разработку проектно-сметной документации на строительство новой школы в Кальном, ремонт теплотрассы санатория Колос и на ремонт нескольких учреждений культуры. Елена Макарова, Юрий Косоротов, Вести, Рязань. Елена Макарова, Юрий Косоротов, Вести, Рязань.